Это знаменитый кадр из киноэпопеи режиссёра Юрия Озерова «Битва за Москву». Стой! Пароль! Как же я тебе, мил человек, дам пароль, когда мы из окружения идём? Генерал Лев Даветер погиб в декабре 1941-го, в самом начале контрнаступления во время битвы за Москву. А потому его имя оказалось словно бы в тени полководцев, которые спустя четыре года привели Красную Армию к победе. К тому же сегодня многим кажется нелепой идеей сражения конников с танками. На деле, даже во время Великой Отечественной войны, которая бесспорно стала войной машин, у кавалерии была особая роль. И символ успеха конницы в этой войне – высшая награда страны, присуждённая генералу Льву Даватору, золотая звезда, героя Советского Союза. Это программа «Легенды армии» и я, Александр Маршал. Льва Даватора я впервые увидел на экране. Правда, я тогда думал, что это актёр Николай Черкасов в роли князя Александра Невского. Вот, посмотрите, сейчас это князь Александр Невский, Николай Черкасов. А вот он опускает забрало, и на экране уже Лев Даватор. Он был кавалеристом, что называется, от Бога. Сливался с лошадью в единое целое, а потому именно ему доверили дублировать знаменитого артиста. Но были у Даватора и другие таланты – военно-химическое образование, аналитический склад ума. В результате они и предопределили его участие в рейдах, о которых до сих пор мало что известно, кроме того, что это были задания государственной важности. И всё же мы сегодня попробуем приоткрыть тайны Льва Даватора – легенды нашей армии. Лев Даватор погиб, когда ему было 38 лет, а потому его полководческая биография выглядит простой и короткой, но только на первый взгляд. В первые дни Великой Отечественной войны Лев Михайлович Даватор находился на лечении в госпитале, и поэтому он не смог быть вместе со своим корпусом. Его корпус уже был окружён. После Льву Михайловичу Даватору доверили стать командиром отдельной кавалерийской дивизии, которая была создана из отдельных кавалерийских полков. Казалось бы, всё верно – и про госпиталь, и про корпус в окружении, но вот парадокс. Уже 9 августа 1941 года, всего через полтора месяца после начала войны, Лев Даватор награждён Орденом Красного Знамени. Как это могло случиться с командиром, который болел, когда его подчинённые оказались в тылу врага? Да и ордена летом 41-го давали ох, как скупо. Стоит в этом разобраться. Папа получил новую должность перед самой войной. Волковыск – это территория Западной Белоруссии, которая была воссоединена перед самой войной. Он приезжал оттуда к нам иногда очень редко. И я помню вот это время, что отец стал другим. Вот если раньше он был ласковым, сразу мне это портфель, покажи там свои успехи, свои рисунки, покажи, как ты играешь на пианино. Но он как-то, ну, стал очень озабоченным. Волковыск находился на самой границе. И немецкие все танки, все орудия стояли вдоль границы, и все эти пушки зачеклённые были направлены на нашу сторону. Служить Даватор попал почти в родные места. Родился он тоже в Белоруссии, только в другой области – в Витебской. Там, в селе Хотино, юный Лёва с комсомольцами ставил пьесы собственного сочинения. И не мог предположить, что село будет сожжено фашистами дотла, только чтобы отомстить ему – Даватору. Отец с матерью и сестра, которая играла главные роли в его постановках, едва успеют уйти к партизанам. А за голову самого Льва Михайловича будет назначена немыслимая награда – 50 тысяч марок. В официальной биографии Даватора немало белых пятен. Так, например, в ноябре 1938 года в анкете он написал – за границей не был, под судом и следствием не состоял. Между тем, как раз в 1938 году он примерно полгода находился в командировке, откуда присылал написанные, как под копирку, письма. Жив, здоров, все хорошо. Лишь позже признался близким. Был на войне. В Испании. Снова и снова над революционным Мадридом появляются воздушные пираты фашизма. Они сеют огонь и смерть, истребляя тысячи беззащитных женщин и детей. И когда папа вернулся в гражданском костюме, это первый гражданский костюм, он очень много рассказывал. Например, он рассказывал о том, как обратно они ехали на пароходе. Значит, у нас был большой такой стул, он ставил утюг и показывал, как плыл этот пароход. Вот я до сих пор вижу эту картинку. И как бомбили этот пароход. И на этом пароходе они вывозили испанских детей. Здравствуйте, маленькие друзья. Теперь вы на земле нашей великой и свободной родины. Любовью и лаской встречает вас весь советский народ. Есть версия, что Доватор в Испании действовал в составе особой группы, которая обучала испанскую республиканскую армию подрывному и диверсионному мастерству. Разрабатывала планы боевых операций и обеспечивала безопасность членов политбюро ЦК Компартии Испании. У Доватора даже была подпольная кличка «Лесник». И он особенно интересовался тактикой противника марокканской кавалерии, которая добивалась успехов, действуя в сочетании с мотопехотой, бронемашинами и мотоциклами с пулеметами. Вскоре Льву Доватору предстояло применить этот опыт. С середины 30-х годов в Европе кавалерию все чаще признавали устаревшим средством введения боевых действий. У немцев как таковых кавалерийских соединений не было. Они пытались применять кавалерийскую бригаду СС. Но это, правда, было в сентябре 1941 года. Показалось, что неэффективно. Но именно не кавалерию, а комные части для транспортировки орудий, техники – это у немцев было. Когда происходила активная механизация Красной Армии, кавалерию очень серьезно сокращали. Если на начало 1937 года кавалерия имела в своем составе примерно 37 дивизий, то к началу, к июлю 1941 всего 13 дивизий. Но кавалерия – это как раз тот род войск, где важно не число, а умение. И Льву Даватору предстояло это доказать. В 1939 году, после окончания с отличием военной академии имени Фронзе, он был назначен начальником штаба кавалерийского полка, а чуть позже – первой отдельной особой кавалерийской бригады. Вообще бригада была очень интересной, потому что сюда приезжали все. Я уж не говорю про Буденного. Он все время сюда приезжал, здесь конно-спортивные соревнования устраивались. И когда в конце, значит, уже все выступят, всегда Семен Михайлович говорит, ну, Даватор, ну, покажите, значит, свое искусство. На этих фотографиях запечатлены лишь немногие трюки, которыми владел Льв Даватор. Он был ласом джигитовки и вольтежировки. Но высокое военное командование не оставило без внимания и блестящие организаторские навыки искусного наездника. В марте 1941-го полковник Даватор получил назначение на должность начальника штаба кавалерийской дивизии в приграничном белорусском военном округе. Здесь болотистая местность ограничивала применение механизированных частей, зато открывала особые возможности для конников. Очевидно, Лев Михайлович проводил много времени в походных условиях, готовясь к войне, которая с каждым днем становилась все неизбежней. И он простудился, у него был радикулит. Ну, седалищный нерв, воспаление седалищного нерва от того, что на земле. И когда он приехал в Москву в очередной раз, папа говорит, пойдем в военторг, мне там надо что-то прикупить себе военное. Подошли к калитке, а у нас такое было, закрывалось такой ручкой. Вышли, папа повернулся закрыть ручкой и резко упал. У него такой был прострел, что у него побежало домой, значит, вызвали машину, тут же его забрали в больницу. Принято считать, что в госпитале для высшего комсостава полковник Даватор провел два месяца. На деле он пробыл там всего несколько дней. До той минуты, как получил некое закодированное послание из Волковыска. И вдруг мама получает сельграмму, значит, на имя папы, что семью не берите с собой, квартира занята. Мама получает, звонит, а там телефон даже был, хотя я была до войны, телефон у папы был в больнице, звонит и говорит, Левочка, что это за телеграмма? Кто занял квартиру, в которую мы должны приехать? Он говорит, Леночка, не волнуйся, приходи ко мне завтра. Завтра была война. У Льва Даватора был удивительный брак. Они с женой никогда не называли друг друга просто по имени, а всегда говорили Леночка, Левушка. Дома выпускали семейную стенгазету, где отец с дочкой и сыном по-доброму подтрунивали над мамой, которая слишком много времени тратит на красоту. На третий день после начала войны Даватор, опираясь на тросточку, вышел из госпиталя и после визита, как полагала жена в наркомат обороны, отправился на белорусский вокзал. Тогда она и не подозревала, что видит мужа последний раз. Ей не доведется даже хоронить его, семья будет в эвакуации. Но еще много лет Елена Даватор каждый день будет вставать перед портретом мужа и рассказывать ему, как живому, о себе, о детях и о той жизни, за которую он отдал свою. В июне 1941-го начинается один из самых таинственных периодов в биографии кавалериста Даватора, который завершится присвоением ему Ордена Красного Знамени. По официальной версии, за отличие в оборонительных боях на Соловьевской переправе через Днепр. Но есть и другая версия, что он выполнял задание, связанное с залпом реактивных установок «Катюша». 14 июля 1941 года на станции Орша они обстреляли скопление составов с немецкой техникой, боеприпасами и горючим, а также оказавшийся по соседству состав с секретными советскими ракетными установками. Ни в одном источнике, в котором я работал, в том числе по данному рейду, в том числе с материалами 2-го гвардейского калининского корпуса, это не описывается. Если действительно группа «Даватора» натыкалась на какую-то нашу технику, еще либо неподбитую, либо оставленную нашими войсками, действительно, был дан приказ эту технику врагу не оставлять. «Катюши», которые нанесли удар в Орше, были благополучно выведены на советскую территорию. А уже на следующий день, 15 июля, начальник генерального штаба Красной Армии, маршал Жуков, в своей директиве признает, что значение кавалерии было недооценено. И именно теперь, когда тылы противника растянуты по лесам на несколько сот километров, диверсии наших конников могут поставить противника в критическое положение. Согласно этой директиве, отдельные кавалерийские дивизии стали объединяться в группы. В том числе и мы говорим о 50-й и 53-й кавалерийских дивизиях, которые формировались на Ставрополье. Затем они были сведены в единую кавалерийскую группу, командующим которым был значен Лев Михайлович Даватор. Начиналось Смоленское сражение. В течение двух месяцев ожесточенные бои шли на огромной территории, 650 километров шириной и 250 глубиной. Немцы бросили в бой 9 танковых и 6 моторизованных дивизий. Красная Армия могла в тот момент противопоставить им только стрелковые дивизии и кавалерийскую группу Даватора. Она фактически с 13 по 2 сентября конники прошли более 300 километров по тылам противника, нанесли удар по крупнейшим соединениям противника, уничтожили более 9 танков, до полка солдат большое количество техники и даже разгромили штаб 9-й немецкой армии. В результате немцам пришлось снять две дивизии, которые наступали на Смоленск, около 40 танков, большое количество авиаций для того, чтобы бороться с конной группой Даватора. Быстрое наступление немцев на Смоленск было сорвано в том числе в значительной степени кавалеристами Даватора. Трудно себе представить, что решая задачу государственной важности, Лев Михайлович находил возможность баловать близких трогательными знаками внимания. Его рейд по фашистским тылам закончился 2 сентября, но 1 сентября 1941 года и сын и дочь Даватора получили от отца открытки. Здравствуй, дорогой мой сын. Поздравляю тебя, Шурочка, с началом нового учебного года. Я уверен, что седьмой класс ты окончишь с хорошими, отличными оценками. Вызываю тебя на соревнования. Ты должен учиться на отлично, а я буду на отлично бить фашистов. Пиши, как ты живешь и учишься. Мой адрес смотри на обороте. 14 октября 1941 года корпус Даватора вступил в битву за Москву. Товарищ генерал-лейтенант, 3-й кавалерийский корпус прибыл в ваше распоряжение. Здравствуйте, Олег Михайлович. Прошу, мой штаб. В залах Государственного музея обороны Москвы можно увидеть, чем были вооружены кавалеристы в далеком 1941 году, какое у них было обмундирование. И можем видеть элементы казачьей формы, которая была, кстати, отменена еще в 1941 году, в феврале месяце. Но негласно кавалеристы ее использовали. Две дивизии в корпусе Даватора были казачьими. Одна из Краснодарского края, вторая, значит, из Ставропольского края. Но казаки принимали папу за своего. Потому что был он очень широкой такой души человек. Очень эмоциональный он был человек. В победном 1945-м в советских городах появились плакаты с портретами генералов, погибших на Великой войне. Даватор, Панфилов, Черняховский, Ватутин. Но мало кто знает, что генеральские звездочки на портрете Даватора были дорисованы. Ни одной его фотографии в генеральской форме просто не существует. Звание генерал-майора и орден Ленина за отличие в тяжелых оборонительных боях на реке Меже и реке Лами Даватор получил 3 ноября 1941 года. И даже заказал генеральскую форму. Но машина, которая везла новенький мундир, попала под артиллерийский обстрел. И форма оказалась уничтоженной. Даватор тогда шутил, мол, как может быть генерал без мундира? Быть может, просто пытался отогнать дурные предчувствия? К тому моменту ситуация на фронтах изменилась. Дальних прорывов немецких танковых клиньев в глубину нашей уже не было. Гитлеровцы старались не растягивать войска, чтобы обезопасить себя от диверсионных рейдов конников по собственным тылам. И потому советское командование начало часто использовать кавалерию не по назначению. Принцип был такой. Кавалерия перебрасывалась. Она в первую очередь, в данном случае, лошади использовались для переброски пехоты. Значит, перебрасывались на участок. Затем кавалеристы спешивались, к неводу уводили лошадей в безопасное место. И затем кавалеристы вели бой по типу стрелковых соединений. До тех пор, пока не подойдут крупные силы, мотострелковые соединения, в том даже танковые соединения. 19 ноября 1941 года. Волоколамское направление, 95 километров от Москвы. Несколько десятков немецких танков рвутся к Волоколамскому шоссе. У деревни Федюково их встречает эскадрон казаков 50-й кубанской кавалерийской дивизии из корпуса Доватора. 37 сабель. Они знали, что идут умирать. И перед боем отпустили своих коней. Подразделения одного из кавалерийских полков, кавалерийской группы Доватора, действительно, в районе нынешнего Ново-Рижского шоссе остановили немецкие танки и совершили подвиг, подобный подвигу воинов из дивизии генерала Панфилова. Генерал Доватор болезненно переживал гибель своих людей и категорически возражал против затыкания дыр с помощью кавалеристов, которые были способны выполнять особые задания. Однако в дни, когда немецкие генералы уже рассматривали в бинокле башни Кремля, ставке Верховного Главнокомандования было не до спецопераций. Нужны были просто люди, готовые прикрыть столицу грудью. Ильву Доватору суждено было стать одним из них. 19 декабря 1941 года в надвигающихся сумерках генерал Доватор выехал на рекогностировку на местность, где предстояло наступление. Накануне он получил неприятную записку от Жукова, в которой маршал упрекал кавалеристов в том, что они не торопятся наступать. Это заставило Доватора чуть ли не самому выезжать на передовую и командовать самому действиями войск. Поэтому по всей вероятности это тоже повлияло на его решение выйти к войскам уже непосредственно на линию фронта. И он решил сам проверить эту местность. Перешел реку Рузу на коне. Он был в бурке. Снял бурку, сошел с лошади. Бурку, он сказал, сниму мишень. Ну и раздалась пулеметная очередь. Может быть, противник знал. А разведка сказала, что никого нет. На чердаке одного из дома дому были вот эти снайперы. И пулеметная очередь... Он тут же был сражен в пулеметной очереди. Позже, когда уже ночью тело генерала Доватора удастся вынести из-под обстрела, станет ясно. Он погиб мгновенно. Пуля пробила сонную артерию. Но в первые минуты его спутники просто отказывались в это верить и отчаянно бросались к своему командиру прямо под пулей. Несколько казаков пытались вытащить его прямо из поля. Один за другим. И все они погибали под пулеметным огнем. Одни погибли, бросились еще. Но командиры остановили их. Потому что, знаете, такова была любовь к этому человеку, что действительно это является правдой. В планшете генерала найдут фотографию его жены и последнее письмо, набросанное наспех, вероятно, прямо в седле. Здравствуйте, мои дорогие, Леночка, Шурочка и Риточка. Я живу хорошо и крепко воюю. Целую вас крепко. Ваш папа. Это письмо им передадут спустя много времени друзья даватора. Они же пришлют вместо официальной похоронки телеграмму. Пришла в почтальон и стоит в дверях. Такая чернявая девушка, я помню. А мы что-то чай пили. Проходи. Значит, давай, садитесь с нами. А мы жили в одной комнате с заколоченными досками этими окна. У нас была такая буржуйка. Вот. А она стоит в дверях и не проходит. Я только помню, у нее было каменное какое-то лицо. Достает вот эту телеграмму и протягивает. Мама все поняла сразу. Она поняла и вообще ушла из дома. Я не знаю, где она была. У Льва Даватора была любимая поговорка «Жизнь короткая, слава долгая». И с ним случилось именно так. После трагической гибели генерала казаки категорически не принимали никакого нового командира и просто отказывались подчиняться. Уладить это удалось лишь всесоюзному старости Михаилу Калинину. Он лично приезжал уговаривать кавалеристов, убеждая, что лучшей памятью герою будут победы. Корпус генерала Даватора был преобразован в конно-механизированную группу, которая, отличившись с Курской битвой, при освобождении Польши штурме Померанского вала дошла до Эльбы. В этом подразделении всегда жил особый боевой дух. Дух генерала Льва Даватора. Легенды нашей армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У Лаева constitution Лаева Корректор А.Егорова ПОЩу ПОЩУЩАЛe ЛАcongу Санта天 Казахстар